15 февраля в России отметили 28-ю годовщину вывода советских войск из Республики Афганистан. Эта дата отмечается в нашей стране как День памяти россиянов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В среду около памятника прошел митинг. У памятного знака погибшим солдатам, выходцев из нашего города, собрались их родственники, братья по оружию, первые лица города, представители организации и жители города, чтобы почтить память тех, кто погиб вдали от Родины. Сказать благодарности тем, кто с честью выполнил свой интернациональный долг. Открыл митинг начальник отдела военного комиссариата Рамиль Харуддинов. Своей вступительной речью отметил, что кумертаусцы всегда будут помнить ребят, которые 28 лет назад не побоялись отдать свою жизнь, выполняя свой интернациональный долг. Вечная память тем, кто до конца выполнил свой интернациональный долг, но не дожил до этого светлого дня. Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнивший служебный долг за пределами Отечества, объявляется открытым. В память о молодых ребятах, не вернувшихся с войны, во время митинга почтили минуты молчания. Глава администрации городского округа Борис Беляев, выступая перед собравшимися, отметил мужество и героизм ребят, исполнявших свой воинский долг в горячих точках. И что для всех воинов-интернационалистов реализуется проект Музея боевой славы. Этот мемориал был создан буквально полгода назад. И это только первый шаг в реализации масштабного проекта Музей боевой техники под открытым небом. В течение ближайшего времени здесь будут размещены порядка 15 единиц боевой техники и составят собой целый мемориальный комплекс Парка Победы. Вспоминая погибших, мы не должны забывать и о воинах, вернувшись домой живыми. Ветераны горячих точек должны чувствовать поддержку, также отметил глава администрации. В завершении мероприятия у памятного знака воинам-интернационалистам были возложены цветы. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Продолжение следует...